МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самарцев атаковали летучие мыши. Они залетают в квартиры многоэтажек по ночам. У рукокрылых дети рождаются в июле. Самки выкармливают их молоком чуть больше 20 дней. Потом малыши встают на крыло. Но их подводит отсутствие практики полета, поэтому залетают в окна квартиры домов. Увидев человека, летучая мышь может зашипеть. Но ее не нужно пугаться. Нужно накрыть мышь полотенцем и выпустить на улицу, если она здорова. Если травмированы, надо обратиться за помощью к специалистам или волонтерам. Сообщите о находке в группе летучей мыши Самара ВКонтакте. Глава Самарской области Вячеслав Федорищев от имени регионального правительства вручил медали за доблесть и отвагу и за отличие в охране общественного порядка. Героям сводного отряда Росгвардии, выполнявшим задачи в зоне СВО. Также на награждении присутствовал начальник регионального управления Росгвардии, полковник полиции Евгений Панков. Помимо этого, от правительства Самарской области ведомству передали специальное оборудование, которое будет помогать эффективному решению задач. Для желающих заключить контракт на военную службу в военкоматах могут провести мероприятия по отбору за один день, в том числе организовать прохождение медицинской комиссии. При отборе уровень образования особого значения не имеет. Его могут учесть при выборе к кандидатам военной специальности. Например, если физическая подготовка не позволяет выполнять боевые задачи, могут предложить гражданские специальности в части толового или технического обеспечения, в числе обязанностей подвоз и ремонт техники, эвакуация боеприпасов, организация горячего питания, банно-прачечное обслуживание. Что касается состояния здоровья, то для службы по контракту рассматривают граждан с категорией годности А, Б и В. Президент Владимир Путин подписал указ об изменении состава Госсовета. В него включили главу Самарской области Вячеслава Федорищева. Соответствующие документы разместили на сайте официального опубликования правовых актов. Помимо этого, глава региона в Государственном совете Российской Федерации станет руководителем комиссии по направлению промышленность. С 1 августа для рабочих пенсионеров пересчитают пенсии, а Социальный фонд Российской Федерации увеличит накопленные коэффициенты до трех единиц. При пересмотре учтут трудовой стаж и выплаченные страховые взносы за последние 12 месяцев работы. Также новое общее количество пенсионных коэффициентов умножат на текущий. Однако для работающих пенсионеров стоимость пенсионного коэффициента не индексируется, и ее значение фиксируется на уровне, который был в том году, когда пенсионер начал получать пенсию. Полное погружение в виртуальный мир и отрешение от реальности опасны для здоровья. По мнению психиатров, многие уходят в параллельный мир из-за стресса, тревоги или депрессии. Виртуальный мир предлагает альтернативную реальность, где человек может почувствовать себя успешным, социализированным и свободным от реальных ограничений. Однако такой уход от реального мира может негативно сказаться на нервной системе памяти и внимании. Может развиться зависимость, справиться с которой помогут установка четких границ и разработка распорядка дня с альтернативными занятиями. В России могут изменить правила предоставления общежитий студентам. Их могут оставить только для малоимущих учащихся вузов. С таким предложением выступил в Госдуме министр науки и высшего образования Валерий Фольков. Он отметил, что цены на общежития абсолютно неадекватны затратам на их содержание, из-за чего они, по сути, выполняют социальную функцию. Министр предложил другой вариант размещения молодых людей. Это жилье, цена на которое будет больше, чем на общежитие, но меньше, чем за съемную квартиру.